друзья всем огромнейший привет сегодня 16 марта двадцать четвертого года в общем будем сегодня распаковывать пробовать подгонщик большое спасибо павлу и юлия огромнейшая значит что у нас имеется что прислали значит это кофе дрип кофе который мы уже попробовали нам в принципе подрался при этом здесь в основном арабика это понял или только арабика вглубь не смотрели но это кофе который больше всего понравилось нам в принципе кто-то пьет с молоком я без молока здесь есть инструкция производитель город ижевский вот мы уже пробовали его показывать кофе отличный дальше орехи макадамия классные орехи сладкий вкус знаете как конфетки нужно щелкать изготовили ох они в город москва самый интерес смотрите углеводов мало 5 2 грамма жиры что нам полезно далее сладость мармелад натуральный с вишней вкусно полезно здорово без сахара меньше калорий больше здоровья значит вишневые содержит органические кислоты минеральные вещества микроэлементы витамина цепп фолиевую кислоту потребление плодов визи предупреждает инфаркт связан с образованием тромбов изготовили о сласти коломны россия коломенский поселок индустрия что касается состава патоков фруктоза вишня агар-агар углеводы 777 грамм жиры 0 белки 0 до 1 грамм дальше такая замечательная баночка это у нас паштет из лося финские традиции будем тоже пробовать без хлеба я понимаю что если хлеб намазать будет наверно вкуснее но сейчас хлеб я не ем изготовили ооо деликатес дичь адрес производства россия московская область город химки состав мясо лося говядина печень свиная сердце свиное бульон весной лук репчатый морковь крупоманная мука пшеничная шуль пищевая поваренная эмульгатор ей 472 с ракторы пряности перец черный мускатный орех сейчас посмотрим что такое эмульгатор и 472 так сейчас только что посмотрел в общем это является синтетические жиры и они не являются эргенами и аллерген аллергенами очень являются безопасными для организма при том это по международной классификации в общем все окей дальше деликатес дичь так мясо кабана тушеное консервы мясные кусковые стерилизованные состав мясо кабана жир сырец говяжий лук репчатый нитритно-послощная смесь соль пищевая поваренная фиксатора краски нитритная антрия перец черный перец душистый лист лавровый значит белки 12 грамм жили 30 грамм углеводов нету произведено изготовили деликатес дичь московская область город чехов адрес производства город химки отлично далее деликатес дичь тоже этот же производитель адрес производства московская область город химки на все это один производитель мясо олени тушеное консервы мясные кусковые стерилизованные состав оленина говядина лук репчатый нитритно-послощная смесь смесь соль пищевая поваренная фиксатор окраски нитритная перец черный перец душистый лист лавровый такие продуктики еще раз спасибо огромное за них будем сейчас их пробовать с ролиной по одному собственно мы сначала попробуем потом это и будет наша закуска на вечер для этого взяли бутылочку и ну что касается кофе кофе уже пили кофе просто замечательный понравился брату они тоже заказали родителям тоже подрался но родители не любят там со вкусом вот он полная раз что давайте приступим вернул не той стороной здесь написано смесь стопроцентной арабики темной обжарки идеально с молоком кофе с нотами ореховый паст темных ягод и печенье ну что поехали провинку хотел сюда посадить отказалась грязь не надо меня снимать не хочет что-то наснималась видимо актриса начнем с чего деликатес дичь олей давайте попробовать открывать благо тут открывашечки есть удобно какой ароматик то полностью не будем пахнет тогда ну душевночка то есть ароматника вкусненько вот так это все выглядит прям кусочек мяса я сказал с жирком то есть сейчас полностью наверно все не будем вываливать давайте часть прям кусман реальный кусман что там есть волокна балдежно есть волокна вот лавровый листик жирок так порубим вилочкой благо на рубится аралина будь за кадром если что говорить смотрите такой виду сейчас для меня как это высококачественная тушенка получается ну по крайней мере дошел аромат вкусно жирком слушайте посолим прям самое то ларушечка чувствуется перчик чувствуется где сына я обычно тушенку с говядиной делают тут олень вот либо я не гурман либо ну просто в этом разница не чувствую для меня это просто как бы очень вкусная тушенка ну давай тебе дадим попробовать ты нам скажешь уже пробуй за кадром голосом как тебе свои ощущения женские уже доедает короче что поэтому и молчит мне самое то мне нравится что такое острее было лавровый лист перец душистый лавровый лист и перец черный вот и посолочная смесь но посолим все люди разные вот мне например в норму это нам с раллина по-разному в общем вкусно единство говорю я не чувствую разницы то есть дичь и например коровка то есть это надо видимо знать либо иметь тушенку тут говяжья чтобы это дело сравнивать так следующий у нас деликатес дичь комбадидзе кабанчик мясо кабана тоже открываем интересно почувствуется ли разница кабана и оленя кстати оленя поела сил больше стала быстренько вот что значит мяско она по-другому бахнет даже само мясо я чувствую но ловушку чувствую хотя состав одинаковый мясо разное реально по-другому смотрите как выглядит мясо светлее мясо светлее мясо кстати помягче чем кабан ну тоже слушайте тут куски такие мясные прям вообще просто огонь то есть это тоже как вот прям такая хорошая тушеночка сейчас мы порубим есть не будем запах или другой вот это я чувствую отличаться лучше что проводим жирком цветка красный цвет как раз рыба да и гармошу слушаю тут разница чувствуется когда не длит на подсолнечная смесь почему-то нам здесь менее выражена само мясо более нежная хотя кабан да хрюкающий такой сильный мужик ну я сказал что тут больше волокон но она мягкая она прямо у живот не надо но прям растворяется тоже вкусно но почему-то здесь вот мне кажется меньше соли меньше ловушки чувствуется сейчас дали ралине честно попробует какой-то на это миф менее с приправкой приправа сетя что-то меньше чувствуется меньше соли меньше такой яркий выраженный вкус лаврушки нежное мясо да ну нежнее чем предыдущий чем у лени вот это вот разница от говядины есть тут какой-то знаете свой не сказал чуть-чуть сладковатый какой-то специфичный вкус чуть-чуть сладковатый какой-то мясо очень понравилось то ли это вот это больше нет вкусная тема вот прям жевать не надо надо будет 90 лет без зубы и может использовать это мясо жевать не надо кота просить разжевать надо хотя восемьдесят лет мой сколько тут будет не доживет скорее всего в общем тема но мне на самом деле больше соленья понравилось более такое грубое мясо я не знаю почему лишь ты девушка тем более нежная я мужчина не более грубая нормально вот это разница прям с говядиной почувствовал то я не почувствовал там с говядиной но как вот такая полноценная хорошая тушенка следующая у нас деликатес дичь паштет лося я сразу знал вам предупредить во-первых лайк поставьте во-вторых подпишитесь а в-третьих я нифига не дегустатор первый опыт может когда-нибудь конечно научусь когда попробую все в мире продукты практически да чтобы живым остаться после этого не ну тут и качественный продукт вот эти консервы в среднем что олень что кабан то есть павел написал что они цена 360-400 рублей мармелад по 160 рублей тогда кофе коробка 1300 и 500 рублей ой 500 грамм от этих макадамия стоит 1300 рублей тоже вот давайте откроем лосяшку это паштет ой тут прям вот очень яркий запах вот реально орех мускатный чувствуется и перец как будто его прям тут много он есть составе ну я уж не буду как и влюда говорить что паштет там типа должен такой прям быть без комочков без всего здесь паштет конечно получается интересный он как фаршик выглядит да чуть-чуть на фаршик похоже что там глазки не строишь пробуем но определенная надо на книгах помощь мы сидим магазин с тобой ездим там лепешечки бы вот на горячую лепешечку это будет просто бомба ну на самом деле он не как фаршик достаточно нежный такими маленькими комочками при этом столько вкусов там специфичных то есть тут и приправа много как мясо лося тут понятно не почувствуешь паштетик то есть это совсем другое но вкусовым сосочкам нравится это главное не сказал что вкус там прям такой яркий там какой-то монотонный да такой в меру блин интересно конечно на дождь и дать попробовать поэтому знаешь когда живешь долго он живется как его жевать не надо он нежный как детское питание во рту вот языкому сминаешь там все соки то высасываешь имбирем разные кучки а попробуй тоже но такой паштет я бы намазал на лепешечку лепешечка высадим пустите кстати мне кажется паштет можно использовать как добавку каким-то макаронам солено на любите тебе не очень зашло ну больше мне достанется и так в общем это все вкусно мы сейчас уберем орешки макадами мы пробовать и в принципе чуть пробовать мы их знаем мы уже поели пакетик уже они выглядят как конфеты запаха как такового нету у них я думаю все ели пробовали но у них сладкий вкус не сильно не придержи сладки а просто чуть-чуть сладковатый и то есть такое ощущение что это как конфетка реально конфетка которая ну вот природой создан такой непридерный хороший вкус их надо можно реально кто сахар не ест и вот конфетки несколько для тех он будет очень сладкий а вот те например кто сахар употребляет для них это будет не очень сладким то есть пробовать мы его не будем но мы по-любому съедим сколько-то ролей не оставлю родителям обещал взять что им тоже понравилось так ну и мармелад дай просто ножичек на то до ногти подстриг и теперь мармелад открыть не может до мармеладка с витаминами сахар а вот этот агар-гар использовать нифига как они запуховано пахнет чуть-чуть вот вообще чуть-чуть мармеладками то есть нету яркого запаха но я думаю в руками не буду вилку брали это чисто руки мне чистка бежит тебя сразу же пробуй ну ладно ничего страшного конфеты не ел давно сладко чем-то на костел похоже фруктоза еще на костел полагаю называется компет на мармелад называется вкусно очень то есть я думала не такой сладко будет ну прям реально сладенько и почему-то здесь вкус курги мне кажется курги нету ягоды агар-гары упадок афрактоза слушайте ну как конфеты мне кажется зачет мармеладка для меня равно это конфеты вообще тема с чайком горячим это на самом деле еще не все есть еще бальзамчик но бальзамчик я употребляю дома бальзамчик из болтая по вкусу на найти я чай пробовал и пробовал минералку минералку повкуснее потому что чай у меня каркадеп то есть он имеет свой кислый вкус да он туда добавляет травки но в минералочку когда его приснешь он прям делает минералочку как газировку чем-то напоминает байкал наша старая советская газировка которая была ну и принципе нынешнюю может череноголовку там есть байкал вот напоминает прям ее сейчас покажу кстати особо это взял тоже хотел попробовать в общем мармелад зачет очень сладенько вкусно нифига у него глаза догорят она смотрит на него она уже себе на роли на там пометила чё первым она готова съесть все пошел за штука это вкусный сейчас еще колбаску продегустируем великолупский мясокабинат состав будет сейчас видео или маску думали перекусить колбаса детям из 500 грамм великолупский мк 160 рублей перечеркнуть 300 рублей она типа для детей составе интересно написано первых старше стилет до вареная для питания детей старше стилет состав свинина говядина филе курина грудки молоко коровье сухое цельное меланши яич натуральной пряности вода питьевая соль сахар мультивитамины комплекс витамины b1 b2 а микроэлементы калифос аркации антиокислитель и нету вот этих ешек что интересно жену я уже запах чувствую цвет принципе приятный и яркий если скромление чего-либо не вижу она кстати на ощупь липкая почему-то глютомата здесь нету сладковато прям то ли этот витамичку столь который добавили но знаете живется легко очень не сказать как бумага плотность есть учитывая что глютомата на 3 здесь нету вполне яркий колбасный докторской колбаски по составу и по цене это дело пожарите внутри что это получится пожарить разогреть разогреться уже интересно первый у нас пошел но мясо темное спорта светлого кабана а это тяжело да и стал прям такое упругое жесткое на самом деле сходится легко забык лишь на и аромат это просто чудесно то есть прям не сковородочка нет макароны покупки очень хорошо с такими консервами одно из любимых блюд томатной пасты раньше было давно не ела такого это будем вместе с бульончиком бульончик тоже попробуем наверняка прям готовый супер разогретая наша тушеночка смотрите буквально прошло пару минут да и вот этот вот жирок он застывать стал здесь то есть он был как супец как бульончик начался заступать блин а горячим совсем другую вообще другую то есть такие вещи надо пробовать холодными и горячим и горячим у меня сейчас кажется вкус вообще еще ярче стал разогретым блюдом тебе пересолили кажется да ну мне наоборот тема все-таки горячим еще куда добавляет но тут спинишком маленько бутылочку она купили за ваше здоровье ну как с такими блюдами без красненького сухого тарелка ребят пуста разогреваем следующий кабанчик но у тебя он с ним смотком выводился точно кабанчик кабанчик я сможет такую лишь я не охотник дичь не знаю если ты охотился обсказал мне ну комментарии когда там подскажут знающими девичкой от выпить не удалось потому что следит так она застыла жирную вкусную жилишечку кабанчика чуть-чуть другой запах при жарке смотри сразу же это застывает нет еще пока влажненько попробую мой какой жирный бульон слушай на нем жарить можно мясо смотрите другую ну теперь по словам не стало вот когда жаришь курс яхте становится но вкусом на другой курс совсем другой то есть ленины они не похожи здесь говядины из говяжей тушен трудно его описать мне буду сладость отдает чуть-чуть домом мясо чуть-чуть хвостит трудно это мясо мягче лучше живется запах другой запах аромат какой-то примут они могут уже писать он отличается короче алинина похоже с говядиной другая тема мне почему-то мясо сластит она прям очень мягко не я же и там вино пробовал одинаково конечно вкусно но это чуть специфично ну короче горячим вкуснее да вкусная . и это мы не про макдональдс что точно чувствуется это мясо жирнее жирнее чем олень прям чувствую ребята всем огромное спасибо кто смотрел все для меня очень вкусно все понравилось спасибо большое павлу и юлю можете тоже что-нибудь высылать будем пробовать обязательно да нет на самом деле это же такая это не вредная а наоборот полезная бальзамчик к сожалению я дома оставил но я уже попробовал его значит бальзамчик на эти что напоминает я вмешал с минералкой и с чаем с чаем каркаде он какой-то травяной вкусик добавил но не особо чувствовался потому что каркадешка перебивала а если минералочку его наливать газированную минералочку там вообще самое то получается можно сказать газировочка байкала знаете как советское время было сейчас как как сейчас черноголовка который еще полтора года назад пил очень получается реально как вот такая газировочка буквально ложечку туда чайную бахаешь и она даже цвет такого темненький приобретает коричневый светло очень вкусно все ребят подписан на канал ставьте лайки всем пока до встречи